Культура, бизнес и политика двух государств. Данное решение позволяет ликвидировать ряд угроз культурного и экономического характера. В качестве пилотного проекта мы выбрали остров Большой Сирийский, расположенный между Хабаровском и Уюань. Я сейчас быстренько накидаю стенку. Итак, в ходе выполнения проекта предполагается не только строительство зданий и сооружений, и инфраструктуры, но также выполняется большая работа по созданию институтов международной коммуникации, как академических, так и социальных. Этот город станет хабом, в котором могут быть реализованы проекты всех участников, всех, кто здесь находится. Одна из основных задач проекта заключается в обеспечении взаимного проникновения двух культур, российской и китайской, при этом сохраняя лучшие традиции обеих сторон. И на фоне этого будет обеспечен духовный подъем дальневосточного населения, и это спровоцирует распространение дальневосточной российской культуры с новой силой, так как у нас рядом появится такая культура, как китайская. Выгоды для обеих сторон очевидны, это и совместный бизнес, и эффективное регулирование пограничных политических процессов, и создание межритической коммуникации для лучшего понимания чужого менталитета и цивилизованного совместного проживания. Что касается бизнеса, то он может находиться как в пределах города, так и по обе стороны границы. Предполагается, что мультигород будет наделен полномочиями Москвой и Бекином в части пограничной политики. Это обеспечит оперативное и эффективное управление и политическими, и социальными процессами. В завершение могу сказать, что и раньше люди задумывались над этой проблемой, и некоторые эскизные решения были представлены, но не были утверждены. Дело в том, что проблемой занимались люди из европейской части России, и они не до конца понимают проблематику и специфику Дальнего Востока. Они не могут решить эту задачу, а мы можем. Спасибо. Хочу сказать, что время выступления 2 минуты 59 секунд. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые коллеги, ваши вопросы. Я бы хотел спросить, а вообще какое-то хоть малейшее экономическое обоснование, так, в укрупненном виде, возможно? Конечно. Объясним. Дело в том, что как только возникает новый тренд, новая политическая субстанция в мире, она привлекает инвесторов. Инвесторы могут быть внутренние, со стороны Российской Федерации. Это и государства, и крупные бизнесы. И китайские с их стороны будут инвестиции. Даже бизнес-инвестиции, я сейчас не говорю о бюджетах. Также, как только возникает такой субъект, это все мировое сообщество будет заинтересовано в том, чтобы принимать участие в бизнес-процессах, которые будут происходить здесь. Поэтому, даже если не говорить о бюджетах двух государств, денег будет хватать, если знать, на что их тратить.